Ну что ж, дорогие радиослушатели, всем еще раз привет. С вами Екатерина Смела, Анастасия Джулаева. И у нас в гостях сейчас замечательный гость. Оксана Орлова, один из основателей музея, научного музея «Лабиринту». Здравствуйте. Здравствуйте. Чуть-чуть поближе к микрофону. Здравствуйте еще раз. Я вас немножко поправлю. Не то чтобы научного музея, а музея занимательной науки. Наверное, так будет правильнее. Популярные, может быть, даже. Популярные и занимательные. Ну, мы стараемся приложить все усилия, чтобы наука в нашей стране, особенно среди детей, стала и занимательной, и популярной. То есть мы стараемся занимательно рассказать о разных науках так, чтобы это стало популярно среди детей, для того, чтобы они выбирали для своего будущего специальности, связанные с точными науками. С естественными. Да. Оксана, сразу первый вопрос. Вы сказали, что среди детей должен быть интересный наш музей. В первую очередь, да. В первую очередь. А на какую вообще целевую аудиторию предназначен ваш музей? Вы знаете, вообще у нас несколько проектов. Все проекты мы делаем в первую очередь для детей. И вот «Лабиринтум» из всех наших музеев, он, пожалуй, самый взрослый. Самый взрослый в том смысле, что мы изначально, когда его открывали, мы даже не подозревали, насколько интересно это будет аудиторией старшей и студенческой. Да, собственно говоря, к нам людей за 60 приходят и испытывают восторг. Потому что, на самом деле, в каждом из нас, во-первых, живёт ребёнок. Ну и вы не можете об этом не знать, да, вы же сейчас тоже получаете удовольствие от своей работы. И вот когда взрослые вместе с детьми начинают исследовать окружающий мир путём эксперимента, выясняется, что они чуть ли не больше восторг испытывают. При этом надо сказать, что, как правило, они и понимают ровно столько же, сколько и дети. То есть это всегда белый лист. Я прихожу с дочкой, например, за руку, ну, два белых листа, да. То есть нельзя сказать, что взрослый, ну, специалист, а ребёнок ничего не понимает. Нет ничего подобного. И восторг у них одинаковый, ну, и уровень, примерно, базовых знаний тоже одинаковый. Потому что, ну, мы все люди и понимаем, что та информация, которой мы пользуемся постоянно, да, мы хорошо её помним. А то, что мы в школе выучили, потом забыли, ну, если мы не используем это в своей ежедневной жизни, то, как правило, это погружается в далёкие слои нашей памяти. И, наверное, дай бог, если в экстренной ситуации, когда нам эта информация нужна, она всплывёт. Ну, то есть, вообще-то рассчитано на младшую аудиторию, но истинное наслаждение испытывают и люди постарше. Ну, то есть, призвано и пробудить знания, так сказать, и активизировать то, что... Точно. Восстановить. Да, отложилось когда-то. Знали бы вы, сколько я узнала за время работы в музее. Может быть, вы поделитесь конкретным примером? Конкретным? Вы знаете, я боюсь, что это будет очень утомительно, потому что на фоне студентов ЭТМО я боюсь, что мои знания всё равно будут меркнуть. Поэтому я вам так скажу. Я вхожу в художественный совет, который принимает решение о вводе в эксплуатацию того или иного экспоната. И вот для меня самое важное — это эмоция, которую он вызовет. Потому что есть довольно-таки сложные явления, о которых можно рассказать, но это не так красиво или не так ярко. И вот мой голос всегда уходит за то, что вызовет наибольший восторг. Потому что, мне кажется, восторг — это то, что нами движет, то, что лучше всего запоминается, и то, что способно мотивировать. То есть один раз, увидев лестницу Якова, допустим, я скорее, наверное, заинтересуюсь тем, а как вообще ток бежит по проводам, нежели если я увижу какую-то схему полупроводниковую или ещё что-то. Мне можно долго об этом рассказывать, но когда я увижу, увижу, что это ярко, что это красиво, тогда да, наверное, меня это захватит. Оксана, то есть я правильно или я понимаю, что вы подбираете экспонаты, учитывая те эмоции, которые они вызывают в людях? Стараемся, да. Безусловно, есть какие-то базовые вещи. Вот, например, у нас был в своё время экспонат, посвящённый теореме Пифагора. Это вроде базовое, да, такое знание, базовое понятие, но объяснить его просто не всегда возможно. Точнее, можно, и так и кажется преподавателям, что это всё довольно просто, но, к сожалению, дети не всегда считают так же. И у нас был вот потрясающий наглядность с водой экспонат, который показывал, как это работает. Да, 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 это была вода, заключённая в замкнутую систему, и было очень хорошо видно, что Пифагоровые штаны во все стороны равны. В общем, даже присказка, да, вот вроде как мы знаем, а как это выглядит, ну, трудно представить. Вот этот экспонат был супернаглядным, и вы бы слышали, как нас благодарили учителя. Да, мы же работаем и в том числе и с группами школьников, которые изучают, естественно, научные дисциплины. А школьники к вам приходят до того, как у них по программе та или иная тема, или предваряя процесс? По-разному. Это на самом деле решение стоит за учителем. Это учитель в первую очередь принимает решение, как ему комфортно работать, и как для его детей правильнее. Да, кому-то нужно сначала впечатлиться, а потом получить объяснение, а кому-то для того, чтобы закрепить знания, поскольку мы всё-таки не только развлекаем, но, скажем так, у нас обучение идёт через развлечение, да, то есть мы через эмоцию подключаемся к детям и ко взрослым, да, дальше уже сообщаем им некоторую информацию. Просто после вот этого вау-эффекта, да, твое сознание раскрыто, и ты проще усваиваешь эту информацию, ну, это эффективнее. А ваш музей является интерактивным, то есть я могу прийти и потрогать все экспонаты или нет? Да, да, почти все. Ну, почти все есть экспонаты, которые требуют особой техники безопасности, и с ними можно взаимодействовать в присутствии консультанты, но их меньшинство. И сейчас, кстати, мы потрясающую выставку открыли, вот как раз 1 сентября начала работать, называется «Знай наш». Она интересна будет, мне кажется, всем, не только школьникам или студентам, и взрослым, ну, вот аудитория этой выставки, мне кажется, максимально широка. Она посвящена открытиям и изобретениям наших русских, российских учёных, причём начиная с 17 века и по сегодняшний день. То есть от граждан России, которые уже давно нас оставили, и людей ныне живущих. Это очень интересно, я вообще очень была вдохновлена этой историей, потому что, ну, на самом деле, я думаю, не секрет, да, мы все пользуемся интернетом, а некоторые телевизоры даже из нас смотрят. И, в общем, довольно часто можно, особенно в сети, столкнуться с мнением о том, что вот у нас тут в России ничего не изобрели, и с точки зрения науки и технологий мы, в общем, страна отстающая. Так вот, в корне не согласна, мне кажется, такое положение вещей в умах, оно связано, прежде всего, с недостатком информации. И вот очень захотелось этот пробел устранить, потому что, на самом деле, очень много открытий чудных было сделано нашими соотечественниками в нашей стране, и, в общем, нам вполне есть чем гордиться, и мне бы хотелось, чтобы как можно больше людей об этом знали. Ну, то есть, так ещё латентно, с патриотизмом. Да, вы знаете, ну, вы так сказали это слово, как будто быть патриотом, потому что это неприлично, мне кажется, любить свою родину и самоидентифицироваться с местом, где твои корни, ну, это вообще нормально, я даже не знаю, с чего вдруг это слово приобрело такой, ну, так скажем, сомнительный оттенок. В мире очень разное отношение вот к этому слову, оно имеет, на мой взгляд, самые искренние, самые чистые чувства по отношению к своей родине, но сейчас, к сожалению, оно… Простите, вы знаете, есть вот хорошая фраза, которая «красота в глазах смотрящего», вот всё иллюстрирует, мне кажется, мы можем продолжать эту тему. Да. У меня такой вопрос родился. А какие экспонаты пользуются большей популярностью? Наверное, есть какие-то любимые у зрителей? Экстопы, которые всё время ломаются, вы их чините? Ой, пожалуйста, только не про поломки, это же грустная тема, я и заплакать могу, потому что, на самом деле, это очень-очень непросто произвести оборудование, которое было бы вандалоустойчивым. Мы, на самом деле, разными путями шли и пришли к тому, что уже бог с ним, пусть ломают, мы просто будем стараться делать их проще, из доступных материалов, чтобы быстро их заменять. Мы уже пришли к такой технологии, потому что, ну, невозможно защититься от всего. В первую очередь, главное, чтобы это было безопасно для посетителей. А уже, ну, сломали, окей, ладно, мы сделаем новый. Сейчас вот как раз один из экспонатов этой выставки, игольчатый экран, это, скажем, такая предтеча 3D. Алексеев, такой был мультипликатор, который разработал специальную систему по оцифровке объемных изображений. Вот такой экспонат у нас есть, вы можете оставить отпечаток своей руки, ноги, там, хоть всего тела. Вот сейчас наибольшей популярностью пользуется, да, он. Ну, опять же, все экспонаты с электричеством, безусловно, экспонаты в водной зоне для детей помладше. Ну, сами понимаете, для ребенка главная активность, поэтому все, что связано с покрутить, подергать, побегать и покричать, есть такие экспонаты. У нас, кстати, есть целый музыкальный, научный оркестр, я это называю, у нас есть орган, у нас есть пушка. Ну, да, это трубный орган, на нем можно играть при помощи использования различных предметов, он сделал из обычных, совершенно доступных каждому материалов. То есть это не обычный орган в нашем понимании? Нет. Орган сделанный из каких-то других предметов? Да, да, из труб. С помощью физики, как это все работает? Да, 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 можно все объяснить, как звук, откуда он появляется. По-моему, это очень круто. Очень круто. А вот вы сказали про водную часть, насколько она мокрая? То есть надо прийти с купальником, полотенцем и исландцами, или все же там немного полегче? Постарайтесь воздержаться, все-таки к нам ходят дети. Нет, она мокрая, ну, вы знаете, можно приложить усилия и, конечно же, выйти мокрому, но в целом посещение это не предусматривает. Нет, просто есть у нас экспонаты, связанные с водой, это и водная торнадо, и любимые, кстати, что меня удивляет, взрослые, может быть, даже больше, чем детьми, мыльные пузыри, и возможности построить плотину, и водные строи, и волны, ну, в общем, много там возможностей для творчества. Да, очень интересно. Я думаю, что мы даже открыли вторую площадку, сейчас у нас есть два лабиринтума, один из них работает на Петроградской, совсем недалеко от Этмо, на площади Льва Толстого, а второй музей мы открыли рядом с Парком Победы в торговом комплексе «Радуга». Там у нас большой новый музей, и там, и там время посещения, ну, наверное, в среднем от двух часов с точки зрения его логистики. И если ты пришел сам по себе, то ты можешь познакомиться самостоятельно с экспонатами при помощи консультантов, которые находятся в зале. Кстати, там много ваших коллег, студентов, и конкретно этого вуза, к счастью. Либо вы можете заказать для себя индивидуальную экскурсию, либо посетить научное шоу. Научное шоу – это наше, пожалуй, наверное, ключевое отличие от всех остальных проектов. Мы стараемся рассказывать о науке и о природных явлениях в области физики, химии, даже математики и биологии красиво, ярко, показывая различные опыты и давая возможность людям в них поучаствовать, безусловно, сопровождая это научным объяснением. Достаточно широкий спектр наук охватывает ваш музей? Да. Очень так полиграммный, я не знаю. У нас сейчас самое время выйти на музыкальную паузу, немножко передохнуть от полученной информации, и мы через три минуты без окна вернёмся. Всем доброго вечера, субботы, 17.45, точно московская. С вами марафон, радио Мегабайт 4.0. Уже 34,5 часа мы в эфире и не собираемся сдавать позиции. С вами в студии Екатерина Смилова, Анастасия Джулаева. И у нас в гостях совершенно очаровательное гостье. Спасибо вам. Оксана Орлова, ещё раз напомним. Да, говорим мы сегодня о детском научном музее, лабиринтум. И уже 15 минут. Давайте не будем говорить слово «детский» в эфире в студенческой радиостанции. Просто научный музей. Ну и вас тоже, вы знаете, вы придёте, вы сами будете поражены, насколько у вас ещё живы дети. Мы как раз-таки хотели спросить, но сначала мы объявим наших партнёров. Да, ну мы немножко забыли то, чего делать не стоило. Наши несравненные партнёры сегодняшнего мероприятия. Коим относятся? Театр на Васильевском острове, музей эмоций и, конечно же, кафетерия пончков, которая спешит поделиться радостью и вкусностями с тем, кто вступит в группу «Радио Мегабайт». И в группу пончков, соответственно, и даже сделает репост. Те получат, ну, конечно, не все, но избранные получат коробку пончиков от Пачкова. Но другие могут вступить в группу «Мегабайта», естественно, и в группу нашего партнёра «Мираж Синема». И также сделать репост соответствующей записи в группе ВКонтакте и получить два билета на сеанс какого-нибудь хорошего фильма в одном из кинотеатров сети «Мираж Синема». Но всё-таки возвращаясь к нашему музею великолепному и Оксане, Вы сказали, что вы нас ждёте, то есть студентам тоже будет очень интересно в вашем музее, и там есть какие-то особенные экскурсии, рассчитанные на нашу аудиторию? Ну, конечно, а почему нет? Вы знаете, мы проводим довольно-таки большой спектр различных научных шоу, какие-то из них более нацелены на младшую аудиторию, какие-то... Ну, например, мне кажется, шоу «Фатальная заморозка» Ну, ему всего возрасты покорны, да, это просто... Вы человека замораживаете? Приходите, узнаете. Это просто потрясающая феерия, включающая в себя не только рассказ о низких температурах. Я, кстати, знаю, что происходит при температуре минус 196 градусов, а вы? Анастасия, ты знаешь? Я думаю, происходят неотвратимые события. Ну, в общем, да. Как минимум. Так вот, включая практически рэп-выступление человека-наук, который ведёт это шоу, ну, это потрясающе. Это очень похоже по описанию на Сайд Слэм. Просто бомбически звучит. Да-да-да, вот, кстати, вроде того, да. Примерно так мы это всё и делаем. Мне кажется, это не может не вызвать интерес. Меня уже заинтриговали, если честно. Приходите, мы вас очень... С удовольствием. С удовольствием, в ближайшие выходные. С подбором экспонатов в вашем музее. У нас есть научный совет, в который входит генеральный директор музея, научный руководитель, художественный руководитель, директор мастерской, где, собственно говоря, всё это производится. И скромная я. Ну, вот мы, да, поговорили обо всём, но вот к вам всё-таки хотим пристальное внимание обратить. Какая область науки ближе вам? Интересно. Вы знаете, мне так трудно ответить на этот вопрос. Дело в том, что я, пожалуй, с учётом своей деятельности очень хорошо понимаю, что наука вокруг нас. И хотелось бы мне сказать, статистика или астрономия или физика, ну, это сложно. Мне кажется, всё это нас окружает, поэтому я боюсь, что ежедневно я соприкасаюсь с каждой из них. И выделить какую бы то ни было дисциплину, мне было бы, наверное, довольно трудно. И не хотелось бы опять-таки никого обижать. Ну да. А сейчас вы, может быть, вспомните, о какой профессии мечтали в детстве? Да, я мечтала стать певицей. Певицей? Ну, мне кажется, это просто универсальная мечта. Да, смотри, там, когда ты певица, ты... Потому что я тоже в детстве хотела стать певицей, если что. Знаешь всё про физику, про отражение звуковых букв. Я тебе уверяю, что в детстве я об этом совершенно не думала. Меня больше эстетическая сторона завораживала. Вы тоже, да? Класс. Вот, родственные души. Да, да, да. Вы знаете, я сейчас свою мечту практически осуществляю, потому что вот поступила в музыкальную школу для взрослых. Чего я вам советую. О, искренние поздравления. Спасибо. Никогда не поздно начать задумываться. Да. Задумываться вообще никогда не поздно начинать. Ну, это тоже не поздно. А есть ли у вас ещё какие-то смежные проекты, помимо Лабиринту? Да, вы знаете, у нас ещё есть проект тоже, кстати, вот один из них здесь расположен. Сказкин дом называется. Ну, это вы уже, наверное, со своими детьми скорее к нам будете приходить. Хотя у нас есть программа для взрослых. Но всё же, в первую очередь, этот проект работает с младшей возрастной аудиторией. Это проект, посвящённый сказкам. Ну, мы все, когда были малыши, хотели знать, а где на самом деле обитает Баба Яга или Кощей Бессмертный, да, или там попасть в гости к черепахе Тортилле. Вот всё это можно сделать в музее-театре Сказкин дом. А ещё, чтобы помочь детям определиться с будущей специальностью, чтобы вот не было такого, да, хотел стать певицей, а пошёл в итоге на завод работать. Вот мы построили ещё детский город профессии Китбург, в котором дети могут попробовать себя в разных ролях, и родители могут за ним понаблюдать, а студенты могут поработать. Вот я от себя хочу сказать, что от многих детей, ну, мне приходилось работать с детьми, и от всех, кто бывал в Китбурге, я слышала только положительные отзывы. Вот все воодушевлённо хотят туда попасть снова и снова, потому что за раз, как правило, всё, естественно, не получается попробовать. Допустим, в роли пожарного успеваешь побыть, скажем, медсестры, а ещё хотела побыть поваром, доктором и, я не знаю, пожарным, и милиционером, и всеми сразу. Вот Анастасия так сейчас рассказывает воодушлён, такое ощущение, что она прям хочет туда попасть, тоже ощутить себя на месте ребёнка. Все взрослые хотят. А мы можем, студенты, которые ещё не определились со своей профессией, там всё-таки есть возрастное ограничение? Вы можете прийти поработать, поработать с детьми, а, собственно, поиграть в профессии нет, концепция этого не предполагает, потому что город этот детский, в первую очередь он предназначен для детей. Возможно, если когда-нибудь будет день самоуправления, и дети станут настоящими хозяевами города, то есть будут всем управлять и обучать взрослых тем знанием, которыми они уже владели, то тогда да, ну даже не знаю, когда это произойдёт, это нужно созреть, созреть нужно. А вот для вас, как, вот так уже, для предпринимателя, скажем, в чём особенность работы с детьми именно с детскими проектами заключается? Ой, ну, тотальное счастье, потому что, когда ты, ну, во-первых, я бы хотела сказать для будущих предпринимателей, которые, безусловно, находятся среди наших слушателей, что самое главное, это, безусловно, идея и искренняя вера в неё. Если нет такой идеи, в которую ты веришь, и верят люди, которые вместе с тобой работают, то, наверное, всё очень трудно, а порой и невозможно. И если идея материальна, то, опять-таки, да, это либо всё плохо очень движется, либо не очень хорошо заканчивается. Вот в нашем случае у нас действительно, мы руководствовались каким-то внутренним порывом, нам хотелось это сделать для своих детей, да и вообще для всех детей, которые живут, как минимум, в нашем городе. И, ну, вот, что я получаю лично я, когда вот мы долго готовим какой-то проект к запуску, это, ну, всегда связано с некими переживаниями, со сроками, всё время что-то никогда, всё вовремя не... Ну, вы сами понимаете, да, это была сессия, вот это то же самое. И вот всё вроде как тяжело, и тут, наконец-то, выдохнуло, открытие произошло. И вот в тот момент, когда ты приходишь в этот проект, становишься посередине, видишь, вокруг тебя бегают счастливые, абсолютно беззаботные, довольные, хохочущие дети, вот в этот момент ты понимаешь, что, ну, да, вот это всё было не зря, и такое вот тотальное счастье тебя охватывает. Ну, часто я на каждом открытии плачу, меня до сих пор это трогает. А такие проекты только в Санкт-Петербурге существуют или в других городах России тоже можно встретить? В других городах России можно встретить и научные шоу, и музей занимательной науки. В этой области мы работаем только в Санкт-Петербурге, а такие проекты, как «Сказкин дом» и «Китбург», они представлены нами в других городах, это Нижний Новгород, Москва, Ростов-на-Дону, Воронеж, Ярославль. И я уверена, что мы не остановимся, потому что ещё очень много детей в нашей стране, которых мы тоже хотели бы сделать немножечко счастливее. У меня вот такой вопрос созрел. Вот название вашего музея. Ну, кажется, просто и в то же время оно как-то... С глубоким сквозь. Завлекает, да. Да. Вот как оно появилось. Вот и пишется по-особенному «Лабиринт», и «Ум» тоже выделяется. Такое ощущение, что сочетание двух слов, как «Лабиринт» и «Ум». То есть состав слова, конечно же, тут тоже помогает, но вот как родилось это название и в связи с чем? И какие варианты были, может быть, предварительные? Ой, про «Лабиринтум» вы знаете, уже не вспомню вариантов предварительных. Вот... Ну, а что осталось в памяти свежо? Да ничего, если честно. Это название, оно настолько вот органично, как мне кажется. Да, и мне уже трудно вспомнить, а что же было до этого, какие были варианты. Нет, это, ну, это, знаете, такое, это как вот искра, да, это вот как яблоко на голову упало вот из этой серии. Но все открытия, в том числе и открытия названий, происходят единственным образом, по вдохновению. Вот вдруг, хоп, тебя озарило, и ты вот считаешь, что это слово подходит. А вот у Китбурга было много вариантов, да, тут было трудно. И какие же были просто Китбург сейчас? Мне даже страшно называть, да, Китбург, как будто он был всегда, да, мог бы называться, ой, мамочки, «Мечтание я», например. «Мечтание я, как страна». «Смогу ли я?» И еще бог знает, какие были варианты. И мы потом, на самом деле, смеялись с генеральным директором нашим. Он говорит, я вообще-то себе плохо представляю, как бы я приходил в банк, например, с печатью «Смогу ли я?» Ну да. В общем, нам повезло. И на самом деле слово «Китбург», что интересно, да, вот это название, оно вообще совершенно не лидировало в топе популярных предложений. И у него практически не было шансов, всем нравились какие-то более, ну, на первый взгляд, благозвучные сочетания. И вот, кстати, где важен эксперимент. Мы провели фокус-группу, мы прописали список критериев, по которым будем это слово оценивать, и обзвонили, либо провели интервью с там порядка, наверное, 30-35 наших сотрудников. И, в общем, в итоге победило слово «Китбург». И слава богу, что мы провели эксперимент. Мне кажется, звучит вот, как будто изначально так зародилось, и вот пустили в плавание. Ну, вы со своим именем тоже всю жизнь живете, вам оно тоже кажется органичным. Ну вот. Ну, знаете, у меня поначалку, когда я только услышала об этом проекте, это была ассоциация с какими-то Крабсбургами из «Панч Боба». Ну, не знаю, какое-то такое. Господи. Ну вот, просто, наверное, Бург вот это вот сочетание. А с Санкт-Петербургом у вас не было никаких ассоциаций? Ну, не знаю, не знаю. Бург – это же город по-немецки, это «Спанч Боб», он как-то «Спанч Боб» и есть. Где же тут вы Бург нашли? Ну, не знаю. Ну вот, что касается Китбурга, тут все хорошо. Но вот есть проекты, у которых название, скажем так, более прозаичное. Ну, скажем, «Образовательный центр на Лахте». А вы с ним сотрудничаете? Какие у вас взаимоотношения? Вы знаете, мы предпринимали несколько попыток повзаимодействовать. Мне трудно сказать, в каком статусе сейчас находится этот проект. Я надеюсь, что он развивается, и вот-вот мы сможем его тоже посетить. Это большая удача. Я считаю, что как можно больше подобных проектов должно быть у нас в городе и вообще в стране. Тут как бы речи нет ни о какой, не дай бог, конкуренции. Я считаю, что чем больше будет возможностей, у детей, молодежи интересно провести время с пользой. Ну, тем лучше будет всем нам, тем здоровее будет наше общество. И, собственно, мы для этого все и работаем. Да, вот на этой радостной и вдохновляющей ноте мы завершаем, к сожалению, наше интервью. Время подошло к концу. И финальное слово предоставляем вам. Обращение какое-нибудь к нашим слушателям или, может быть, пожелание. Да, я хотела бы, во-первых, вас поблагодарить, барышня. Мне было очень приятно провести с вами эти полчаса. Взаимно. Я очень вдохновлена посещением университета. Мне очень приятно атмосфера, которая здесь находится. Здесь находиться очень интересно, приятно, комфортно. Я надеюсь и желаю всем настоящим и будущим студентам университета ИТМО вот ощущать это с первых моментов, еще будучи абитуриентом и уже будучи студентом и выпускником, вот сохранить в себе вот эту искру, да, вот тягу к знаниям. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо. Но мы напоминаем, что это была Оксана Орлова, один из основателей научного музея «Лабиринтум». С вами эти полчаса были Катерина Смела и Анастасия Джилаева. Марафон «Радио Мегабайт» на этом не заканчивается. Да, это марафон 4.0. Да, 35-й час идет к своему завершению, а значит, близится 36-й час, что логично. Да, а мы сейчас выходим на музыкальную паузу, не переключайтесь. Оставайтесь с нами.